шалом дорогие друзья из мессианской общины шавей цион возвращенные на сион город хайфа мы вас приветствуем и мы продолжаем отвечать на некоторые из вопросов вот такой вопрос пришел к нам является или еврейская традиция более духовной чем закон божий еврейский новый год и новый год из книги исход 12 глава 2 стих что из них правильно но и так перевожу что как на этот вопрос ответить знаете вопрос непростой закон элухима вообще что может быть более духовным чем божий закон разумеется ничто с этим не сравнится но очень часто мы не всегда понимаем божий закон и для этого нам нужно так называя моя интерпретация и вот часто еврейские мудрецы древности пророки старейшины ешуа апостолы ученики его истолковывали этот закон я понимаю о чем вы здесь хотите намекнуть об устной торе устная тора это нечто другое хотя и она частично было уже во времена ешуа и применялась к примеру если вы откроете деяние апостолов последнюю главу и там равша уль или апостол павел он при его приводят в узах в рим и он собирает еврейских лидеров еврейской общины и говорит им дорогие братья я никогда не приступил отеческих преданий что такое отеческие предания думаю это как раз вот то что и называется еврейская традиция только не то которой мы сегодня говорим там в те древние времена она тоже была наверное немного другой смотрите это есть некая интерпретация тех законов божьих которые нам даны к примеру почитается и мать твоих это короткая фраза может облечься в целый ряд разных толкований как мы к этому подходим где мера почитания где мера подчинения а где мера уважения и где она все связано с тем же самым почитанием или соблюди шаббат что значит соблюди шаббат нажать кнопку на выключатель это есть работа или развести огонь и сварить пищу это есть работа или еще что то есть это все вопрос интерпретации так вот я хочу сказать закон элогима я является самым важным все интерпретации под ним и интерпретация может разниться от интерпретации и здесь это уже вопрос вашей совести чему вы подчиняетесь теперь когда некоторые говорят вот современный раввинистический иудаизм дает такие-то постановления нам им их слушаться или не слушаться и здесь включите разум и здесь будьте более гибки и вот на второй части этого вопроса я попытаюсь вам пояснить почему нам важно быть более гибкими вторая часть вопроса говорит какой новый год соблюдать еврейский который обычно в сентябре или там начале октября который называется роша шанай который выпадает по библейскому календарю на хага труа или на новый год который записан в книге исход там где сказано 7 месяц да будет первым у вас и к этому дню относитесь как началу года вы знаете в еврейском университете иерусалимском есть профессор женщина по имени рахель или ор я очень советую вам послушать ее лекции и она разбирает вопросы еврейского календаря тот календарь по которому мы сегодня живем он совершенно другой чем тот который был во времена ешуа и во времена ешуа был другой календарь чем тот который был во времена хасманеев и до хасманеев как она объясняет и у нее есть веские доказательства к тому был другой календарь который был установлен во времена Цадока или во времена Аарона, то есть мы живем по некоторым смещенным календарям, и к чему я вам это говорю, вещи изменяются, и некоторые группы пытаются подстроить многие обстоятельства под себя, так вот, к примеру, это Рахель Элиор говорит, что в свое время царь Давид, и это на основании кумранских записей, она является специалистом в этих вопросах, написал около 4000 псалмов, и из них 3600 были написаны специально для дней недели, на каждый день 10 псалмов, еще 40, то есть 10 на 4 особенных дня, это на 4 разделительных дня, которые отделяли лето от осени, осень от зимы, зиму от весны, то есть 364 дня во времена Цадока, был календарь, который двигался по солнцу, и он включался 364 дня, и количество месяцев было немножко иным, месяцы, которые сейчас используются, это месяцы, которые были взаимствованы из Вавилона, и все названия еврейских месяцев сегодняшних, они названия, которые были взяты из вавилонских, из халдейских слов, Почему я это говорю? Есть определенные сдвиги, мы, к сожалению, оригинал сегодня не имеем, имеется в виду календаря, и мы должны как бы относиться в соответствии с этим, ну празднует Израиль, Новый год, Нарошешана, это отличная возможность с семьей собраться и отпраздновать, с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что духовные вещи начинаются с весны, с месяца первого, как в исходе сказано, когда подготавливалось искупление, потому что по тем дням закладывались пророческие вещи, которые привели к пришествию Иешуа, к его восхождению на крест, смерти, как пасхального агнца, воскресение из мертвых, и это должно определять начало, духовное начало, а попраздновать, можно попраздновать и другие дни. Опять возвращаюсь к закону Илухима и закону традиций. Разумеется, нет ничего выше Слова Божьего, но в конечном итоге мы живем по неким интерпретациям, те, которые дали или апостолы, или которые после интерпретировали епископа или руководители общин, поместных общин, поместных церквей, поместных бетекнесет. И паства, она где-то слушается вот этой интерпретацией. И я думаю, что Писание, да, поощряет нас, с одной стороны, быть послушными, с другой, когда есть вещи, с которыми мы не всегда согласны, ну, прийти просто поговорить, пообщаться и переубедить, если нужно. Но давайте на всем этом не ставить жесткое ударение. Господь Бог не ставит нас в жесткие рамки. Он нам говорит, люби. И любовь – это вещь пространная. И мы должны расти в этом чувстве и в этих поступках, которые обозначены словом «любовь». И это не значит, что он измеряет нас каким-то микрометром. Если мы будем относиться к жизни по микрометру, легализм впадет в наше сердце. И мы попадем под статью тех самых законников, которых в свое время обличал Ешуа. Фарисеи из прогрессивной группы в свое время переросли в сугубо законническую. Такие вещи сегодня присутствуют и в современном иудаизме, и в современном христианстве. И упаси нас, Господь, в мессианском движении тоже попасть в эти западни. И давайте смотреть свободно, человеколюбиво. Возлюби Бога, возлюби ближнего своего. Это основные статусы Писания. Избегай греха, смотри за собою. Пусть Бог поможет всем нам. И благословений вам. Здравия и шалома.